Почему Москва не выходит? Ну как, вот выталкиваем, вот выталкиваем подписчиков. Где они все? Они на диванах сидят, а только пишут? Меня спрашивают, где подписчики? Почему они только сидят на диванах? Почему они выходят? А где, где подписчики? Это краеугольный камень. Самый главный вопрос. Вы правильно говорите, друзья, что если бы мы все вышли, все сняли намордники, все пришли на выборы, по любому вопросу, все проявили свою волю, то да, мы бы многого достигли. Но где эти все? С чего вдруг люди, которые спокойно живут в этом доме, в том доме, в доме у вас через дорогу, зачем им выходить? У большинства людей все прекрасно, или вообще невозможно ничего добиться. Наших людей дрессировали многие годы. Маски – это только то, что мы сейчас наблюдаем. Десятилетия нашего человека дрессировали. От тебя ничего не зависит. Сиди дома, молчи. Ты все равно ни на что не сможешь повлиять. И это началось даже не после развала Советского Союза. Поздний Советский Союз занимался тем же самым. Великая КПСС уже все предусмотрела. Кого ты смеешь критиковать? С чем ты смеешь спорить и не соглашаться? Заткнись! Иначе ты поплатишься всем, что у тебя есть в жизни. Вылетишь из Комсомола, вылетишь из профсоюза, лишишься работы. Потом пришли 90-е. Еще веселее. Сунешься в политику – могут и застрелить. Все, что угодно может произойти. Сейчас вы спрашиваете, зачем вы носите маски? Да это не от коронавируса. Это от Собянина. В любой момент к нам подойдут и спросят, документики, а где маска, а где перчатки. Первое наше действие, если мы хотим увидеть массовое движение, которое по-настоящему может повлиять на ситуацию в стране, первое наше действие – добиться большинства, чтобы люди проснулись, чтобы люди поняли, что надо что-то делать. Сейчас люди не понимают. Мы видим, что дистанционное образование – это опасно для нашего будущего. Но большинство еще не видит. Большинство думает, что чиновники знают, как надо. Ученые знают, как надо. Учителям виднее. Зачем я пойду с кем-то спорить? Это же ни к чему не приведет. Я ведь такой один. Нас ведь таких мало. Меня обзовут скандалистом, бузотером. Другие разные плохие эпитеты придумывают. Первое, чего мы должны достичь – это того, чтобы люди начали активнее присоединяться к протестному движению. Мы сейчас, вдумайтесь, до чего мы докатились. Здравый смысл – мы называем протестным движением. Право сказать, что ты думаешь – мы называем протестным движением. Это не протест. Это нормальная жизнь. Нас таких большинство. Мы должны объединиться. Первое действие – объединитесь виртуально. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на других адекватных людей, кого вы встречаете на просторах интернета. Активнее распространяйте видео по интернету. Ставьте лайки. Делайте репосты. Вы думаете – это пустой треп, пустая болтовня. Вспомните. Первое правило любой революции – захватить телефон, почту и телеграф. Средства распространения информации. Так учил нас дедушка Ленин и его товарищи. Первое, чего мы должны добиться, чтобы все вышли на улицу, или пришли на выборы, или сделали что еще угодно, поставили подпись против Собянина, Путина, или каких угодно реформ, мы должны наладить средства связи друг с другом, распространения информации. Мы должны стать этим средством распространения информации. Даже на моем канале, в других средствах информации, за которыми я слежу, проводят опросы. А вот вы как считаете, ношение масок – это правильная или неправильная мера? 40% считают, что это правильная мера. 40%? У нас огромное число людей, кто вроде бы интересуется политикой, ведь простой это человек, кто интересуется футболом, пивом и какими-нибудь анекдотами. Они даже не участвуют в этих опросах, они не читают новости. Люди даже, кто интересуется, они считают, что это правильно. Пропаганда работает против нас. Федеральное телевидение, на которое выделяются миллиарды. Russia Today, Первый канал, Второй, НТВ, ТВЦ. Все вместе работают. Западная пропаганда тоже работает против нас. Вы думаете, Америке, Англии или Германии, что выгодно, чтобы мы здесь жили лучше, чтобы мы сняли маски? Да у них тоже самое происходит. Посмотрите, многомиллионные, 4 миллиона человек вышло на протесты в Берлине. 4 миллиона человек. Там тоже самое происходит. Вы не думайте, что какие-то каналы, которые поддерживают из-за границы, из-за рубежа, у нас в интернете тоже такие есть. Я уж не буду называть фамилии, вы сами можете догадаться, о ком я говорю. Они, да, они типа за свободу слова. Нет, им нужна просто буза. Им наплевать, как вы здесь живете. Им наплевать, что у вас проблема в школе или в медицинских учреждениях. Все молчат о вещах самых важных. Сейчас же важно не то, что происходит с коронавирусом, а то, что происходит вместо коронавируса. Наши люди, кто с сердечными заболеваниями, кому нужна срочная операция, у кого болеют дети, эти люди прямо сейчас, прямо сейчас не могут получить медицинскую помощь. Эти люди прямо сейчас умирают уже. Это факты, которые происходят по всей стране. Об этом молчат. Это никого не интересует. Мы должны стать информационной силой, которая позволит нам объединиться вокруг общих целей, вокруг целей, которые не являются какой-то либеральной пропагандой. И не являются коммунистической пропагандой. Являются здравым смыслом. Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо всем, кто смотрит нас в записи. Вместе мы сила. Первое действие – информационная борьба. Потом, постепенно, мы сможем перемещаться и в реал. Посмотрите, последнее, о чем хочу сказать. Хабаровск. Сегодня 99-й день, когда люди выходят. С помощью вызовет 9 секунд. 500 человек там вышло сегодня. Всего 500 человек. Да, они радикальные. Они ругают Путина. Раньше они просто просили за фургала. После того, как избили активистов, большинство не вышли. Хабаровск все-таки в большей своей части проглотили. Они не верят, что можно что-то изменить. Изменить что-то можно будет. Когда мы объединимся общими идеями, общими целями, это первое, о чем нужно говорить, что нужно делать. Объединяйтесь на местах. Объединяйтесь против дистанционки, против цивровизации, против масочного режима принудительной вакцинации. Объединяйтесь и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, друзья. До новых встреч. Аудио статьи. Добрый день. Я хотела бы сказать нашему правительству, попросив его обратить внимание на действительные пандемии, которые сейчас происходят в нашей стране. А именно пандемии рака, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных расстройств, которые уже выходят на самые-самые первые позиции по распространению и по количеству смертей. И, по-моему, с этим никто ничего не делает. И меня это, конечно, расстраивает. Еще я хотела бы сказать, что действительно эффективными мерами борьбы против коронавируса, как и для борьбы с вышеперечисленными заболеваниями, было бы обращение внимания на продукты питания, которые мы используем в нашей стране. Потому что наши люди, я знаю, это не понаслышке, я имею отношение к медицине, я общаюсь с большим количеством врачей, я рассматривала статистику. У нас люди поголовно в дефицитарных состояниях. Если люди находятся в дефицитарных состояниях, у них не может нормально работать иммунная система. Как и многие другие системы, не могут работать без правильного питания. Дефицитарные состояния, то есть состояние нехватки тех или иных веществ в организме. Да, да. Это проблема, естественно, не только Российской Федерации, но и общемировая. Но, по большей части, да, наша Россия сейчас стремится просто в лидеры по дефицитам. А что чаще всего не хватает у нас, у нашего человека? Белка. Просто белка, то есть нормального, сытого питания. Да, да. У нас углеводистое питание, которое нарушает функции иммунной системы. Я не буду вдаваться в большие подробности, потому что, на самом деле, у этого очень много ступеней. Но иммунная система зависит в том числе от этого. Если у человека нет белка, нет железа, нет витамина С, нет витамина А, Е, биофлавоноидов, кафакторов большинства биохимических реакций в организме, то просто невозможно противостоять никаким вирусным инфекциям. И я уверена, что коронавирус был бы не так страшен, если бы наши люди были сильные. А наши люди, к сожалению, не хочу никого обидеть, организмам уже не так сильны. Отдельного разговора стоит микробиота, микробиота организма, которая невозможно разрушается постоянным присутствием гербицидов, антибиотикам, плохим качеством воздуха, постоянного стресса, ненормированным рабочим днем. Потому что ведь работать больше. Это хорошо, это нормально. Но нет, это нехорошо, это ненормально. И это разрушает наш организм, это разрушает ваш организм, это подрывает здоровье нации. Поэтому все грустно. Но, пожалуйста, не грустите, это подрывает ваше здоровье. Всем здоровья. Пожалуйста, изучайте информацию по нутриентам, по питанию, по образу жизни. Это не модно, это не потому что хайп, это не потому что блогеры так говорят. Это потому что от этого зависит ваше здоровье, ваша работоспособность, ваше счастье. А зачем жить на земле, если вы несчастливы? Человеку, который ничего не чувствует, который несчастлив, ему ничего не надо. Ему не нужны деньги, ему не нужны никакие блага. Потому что он ничего не чувствует. Мы все основываемся на чувствах, как бы ни говорили. Да, сейчас принято превозносить логику, принято превозносить разум. Но если вы не чувствуете удовольствие от своего разума, если вы не чувствуете удовольствие от того, что вы делаете, и вообще какие-то эмоции, то все становится бессмысленным. И для этого тоже вам нужно здоровье. Я уже не говорю про детей. Конечно, всех очень волнуют дети, внуки. Если вы хотите им счастья и здоровья, пожалуйста, следите за качеством воды, еды, психологическим состоянием. Всем всего хорошего. Спасибо. Спасибо.